Приветствую всех любителей старины! Вы на канале в поисках золота и кладов и это очередной обзор самых дорогих лотов, проданных на сайте Виолити. Открывает сегодняшнюю десятку старинная картина. Работа эта кисти известного поэта, художника и литературного критика Максимилиана Александровича Волошина. Волошин родился в Киеве, учился в Москве, но был отчислен за участие в студенческой забастовке. Переехал в Париж, вступив в ряды масонов. Затем Волошин обратно переезжает на родину и поселяется в Крыму. Отказывается участвовать в Первой мировой войне и проводит дуэль с Гумилевым. Усиленно занимается живописью и превращает свою усадьбу в бесплатный дом творчества. Крымский пейзаж был написан в 1917 году. Размер его 14 на 22 сантиметра. Состояние работы хорошее. Также предоставляется экспертное заключение, выданное Харьковским художественным музеем. Старинная картина была выставлена на торги с минимального старта. Продана она за 59 700 гривен. Девятое место сегодня за полтиной 1738 года. Монета эта была от Чеканина при правлении императрицы и самодержицы Всероссийской Анны Иоанновны. Она считается достаточно редкой и в каталоге монет Российской империи имеет примечание в виде латинской R. Это московский тип полтины. На лицевой стороне изображена Анна Иоанновна. На оборотный герб Российской империи номинал и год выпуска. Монета изготовлена из серебра 802-й пробы, вес около 13 грамм, тираж 175 тысяч штук. Полтина Анны Иоанновны была выставлена на торги с минимальной стартовой цены, ну а продана за 60 600 гривен. Восьмую строчку на этой неделе занял комплект наград. Награды эти принадлежат полковнику Красной Армии. В комплект входят два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны, два ордена Красного Знамени, медали за боевые заслуги, за отвагу, за оборону Сталинграда и Кавказа, взятие Берлина и Будапешта, победу над Германией. Награды находятся в хорошем состоянии, орденская книжка к ним также прилагается. Комплект наград был выставлен на торги с 68 тысяч и всего после одной ставки продан за эту сумму. На седьмой позиции сегодня расположилась коллекция монет. Лот этот представляет собой полную коллекцию монет из медно-никелевого сплава, начиная от карбованцев 1995 и заканчивая гривнами 2019 года. Всего представлено 17 боксов, в которых помещены 450 монет. Все они находятся в отличном состоянии. Сколько было потрачено времени и денег на собрание этой коллекции, неизвестно. Ну а продана она за 95 тысяч. Шестое место сегодня за Ауреусом Галиена. Публий лицинний Эгнаций Галиен, римский правитель с 253 по 268 года. При его правлении Римская империя со всех сторон была атакована варварами. Западные провинции империи защищал Галиен, а восточные его отец и соправитель Валериан I. В 260 году Валериан был пленен персами. Он умер, выпив порцию расплавленного золота. Галиен же правил еще 8 лет и был убит в результате мятежа. Ауреус, представленный на торгах, изготовлен из высокопробного золота. Считается достаточно редким, но имеет привычное варварское отверстие. Ауреус Галиена был выставлен на торги со 128 тысяч и всего после одной ставки продан за эту сумму. Пятую строчку на этой неделе занял Орден Суворова. Орден Суворова – советская награда времен Второй мировой. Он был учрежден 29 июля 1942 года. Орден Третьей степени был вручен 4012 раз. Второй – 2863. Первой – 391. Орден, представленный на торгах, Третьей степени. Принадлежит он летчику-истребителю и Герою Советского Союза. Номер 8884. Орден Суворова был выставлен на торги с 10 тысяч. Награда была продана за 163 тысячи гривен. На четвертой позиции сегодня расположился старинный портсигар. Предмету этому около 100 лет. Судя по клеймам, он был изготовлен до 1921 года в Польше. Портсигар – золотой. Казенным предприятием пробирного контроля была подтверждена 583-я проба. Вес изделия – около 177,5 граммов. Камень на застежке – сапфир. Старинный портсигар был выставлен на торги с минимальной стартовой цены, ну а продан за 182 тысячи 422 гривны. Не перестаю поражаться пристрастием некоторых коллекционеров. Одни собирают почтовые марки, другие – почтовые конверты, а некоторые скупают почтовые ящики. Старый советский почтовый ящик, изготовленный в 68-м году прошлого столетия, был продан за 5260 гривен. Шах! Ходи лошадью. Лошадью ходи, дурак. Отстань! Вот. Извините. Друзья, знаете ли вы, как отличить дорогие советские шахматы от дешевых? Открою вам секрет. Дорогие шахматы – утяжеленные. Это так называемые гроссмейстерские шахматы, которые использовались на турнирах и соревнованиях. Стал ли гроссмейстером маленький советский шахматист Побров – неизвестно. Но вот проданы они за 6920 гривен. Друзья, согласитесь, что в каждом городе есть странные люди, которые тащат в дом всякую старую рухлядь. То ли они немного того, то ли насмотрелись моих обзоров с Виолити. Сомневаюсь, что современные обертки от конфет когда-то будут стоить хоть каких-нибудь денег. А вот старинные стоят. Обертки от конфет, которым почти 100 лет, были проданы за 8405 гривен. Открывая тройку призеров этой недели – коллекция серебряных монет. Лот этот представляет собой коллекцию памятных серебряных монет Украины, выпущенных в период с 1996 по 2012 года. Всего представлено 211 монет, которые размещены в выставочных коробках. На все монеты есть сертификаты Национального банка Украины. Для полноты коллекции не хватает лишь 7 монет номиналом 50 и 100 гривен, так что покупателю до полного собрания остается совсем немного. Коллекция серебряных монет была выставлена на торги с 220 тысяч и всего после одной ставки продана за эту сумму. Почетное второе место сегодня занял Боспорский статер. Ну а расскажет нам о нем ролик, изготовленный рекламным агентством Ad Agency. Сегодня мы хотим представить вам редчайшую античную монету, которая бросает свет на период истории Боспорского царства, до сих пор служащей предметом дискуссии профессиональных историков. Прекрасный золотой статер украшен портретами Октавиана Августа и Агриппы. На монете указана точная дата, что нетипично для монет того времени. В переводе на наше летоисчисление это третий-второй годы до нашей эры. Зависимость Боспора от Рима была максимальной, что и отражено на монете. По мнению большинства историков, это период единоличного правления царицы Динамии, внучки Митридата Великого, которая ради сохранения своего царства приняла зависимость от Рима. Наследники Динамии основали династию Рескупоридов, правящую до конца V века. Итак, золотой статер был выставлен на торги с минимального старта, ну а продан за 222 222 гривны. Ну а самым дорогим лотом, проданным на прошлой неделе, стала старинная икона. Иконе этой более 150 лет. Судя по клейму, оклад был пробирован в 1858 году мастером с инициалами И.Л. Сюжет иконы – Казанская Божья Матерь. Почитаемая чудотворная икона Богородицы, явившаяся в Казани в 1579 году. Это одна из самых почитаемых икон Русской Православной Церкви. Невероятно, но факт. Российские космонавты привезли подобную икону на Международную Космическую Станцию. Итак, старинная икона была выставлена на торги со 100 тысяч, продана она за 550 тысяч гривен. Ну что ж, такой была прошлая неделя. А для того, чтобы не пропустить самые дорогие лоты текущей, просто подпишитесь на канал. Недельные обзоры выходят каждый вторник. На этом буду прощаться. До встречи на канале в поисках золота и кладов.